он хоть у кого-то оригинальная футболка о ком речи вы вне или об вас о вас у меня какая оригинальная у меня вот вышиванка ведь что же от оригинального а вас на мертвые рыбы мусорный ветер и дым из трубы плащ природы и смех сатаны мертвые рыбы высохшей реке и зловонный зной пустынь пишите да пишу до фейками так какие фейки вы меня хоть раз поймали на фейке до полного видео с фейками например давайте так я за вас отвечу хотите постоянно врешь постоянно во всех роликах вот как только включишь тебя постоянно фейки и вранье вот конкретно в чем ты соврал я тебе конечно сейчас не скажу потому что я не помню но такое ощущение что ты врешь постоянно так уже согласно видео ты трясешь какими-то бумажками приводишь мнимые факты а потом оказывается что это все не соответствует действительности например вот посмотри кучу видео наши блогеры например черное белое например но точно вы не помните найдите не спешим давайте давайте никакого да мне как раз тут новых методичек подвезли поэтому тут это самое пока разбираю методички а теперь методически подвезли да 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 я спрашиваю мишка в роликах приносит вы знаете там же сидит еще один технический редактор и чуть что раз сразу берешь на принтер методичка вышла подсовывает мир под столом не живите я постоянно поправляю наушник вы заметили это означает что типа давай 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 скажи что мне дальше говорить это такой сигнал режиссеру не замечали никогда я не особо так а вы нет но вы точно не помните но там как бы такое складывается впечатление что постоянно врет а что вы хотите найти дать я вам подскажу что она найти ищите ролик горбовский напишите луганский я сейчас найду видео где конкретные я вам говорю ищите горбовский луганский ищите ну что вы я за вас должен вам искать уже что ли что сам себя должен разоблачать вы где такое видели вообще а не только в нашу один только горбовский что ли общается с вами причем здесь общается уже даже общение не нужно просто уже раз мои фейки уже просто видите люди разоблачают без меня я уже тут и не нужен даже в общении понятно я вот и еще много не горбовского другого кого 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 вы ищете а есть он такой нудный вообще мне жаль его парень кстати очень не глупый но весь вот свой какой-то потенциал тратит на такую хрень давайте 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 а у меня есть к вам вопрос кстати может быть вы пока ищите мне ответите на него не вопрос конечно в чем заключается мой розыск слушать мне это очень интересно есть такое мнение что я разжигаю а в чем именно посыл что все русские плохие и так далее когда я такое говорил в чем такой посыл вот этот аргумент мне вообще смешно что раз вы платите налоги у россии значит вы поддерживаете войну в украину но это же мы просто смех а я вам смешно я понял а куда идут налоги эти почему вы не задаете такой вопрос ему президенту я вообще не могу который платит налоги в россии но это же монстр не работает завод даже но это не сложно проверить а налог на землю и на не нужно платить а как этот завод продать если вы заблокировали продажу не платить налоги нарушит российские законы все что мешает не нужно это глупо было бы нас президент умный уж знаете при всем свое вот при всей своей нелюбви ваш вашей к президенту нашему никто из вас не может его назвать дураком я простой человек а я понял вас вы простой человек конечно у меня возник в голове сразу же вопрос но я его задавать не буду я просто человек по и налоги по сравнению с теми какие платят петр порошенко в нашей стране настолько ничтожен я причастен к войне а он нет ну так это может быть долго просто как бы нет смысла тратить много времени на это быть может вы своими словами перескажите я даже не смотрел какой-то один ролик как ты там трёх бумажками и и пытался вот у меня бумажки всегда под рукой а в конечном итоге показывают бумажки что мусорный ветер дым из трубы плач природы смех сатаны я сейчас живу в городе одесса и воюете за луганск воюю откуда вы знаете воюю или не воюю а как вот здесь можно можно а все от того что вы любили ловить ветра и разбрасывать к а вы хотите чтобы я открыл ролик значит посмотрел и вам значит а вы будете сидеть и слушать меня не так не работает ребята вы мне задавайте вопросы хотите вот тебя поймали тут ты врешь а я вам говорю так значит открою методички и рассказываю делать нечего что ли а ну так вы это ерунда так и работает я вас понял эти ролики я все видел я не буду я не буду этот копировать ролик включать его слушать и вам что-то рассказывать так работает система это знаете как не говна не ложки называется нет лишь как-то сами вам нужно проанализировать записать вопросы задать их я готов ответить на все ваши вопросы если у вас вопросов нет вы ролик смотрели ничего из него не поняли ничего не запомнили то вы глупые выходит так мне такие вот выводы делаются правильно я не знаю я тебе предоставляю факт даю ссылку нет вы говорите что я вру я у вас прошу в чем выйти вот смотри там есть аналитика открывает читай смотри и мне отвечать а я буду сидеть и слушать тебя а вы какую-то работу должны провести вы же мне это моя работа я вас понял ладно у вас вопросы ко мне есть отдельные ваши личные давайте вы мне так и не ответили кстати в чем этом разжигаю разжигая в том что он как бы налоги я понял и все этого мало мало почему ты не предъявляешь этого своему президенту нам гражданам россии в чем же я разжигаю в том что выплате налоги и в этом вы виноваты в том что идет война я понял еще в чем нибудь розжиг мой заключается ну что россиянин поэтому плохие мужчине чем ответственность все слова дошли до адресата и где-то там зацепились это хорошо все не зря какие-нибудь еще ко мне упреки у вас есть не зря я считаю просто этот довод настолько дурацкий это хорошо это хорошо еще какие-нибудь упреки ко мне упреките меня еще в чем-нибудь а что этого мало мало что еще нужно я не знаю быть может у вас еще какие-то есть упреки если этого вот как бы на этом вы закончили вот и и больше кроме этого вас ничего нет то это хорошо меня устраивает какой конкретный когда разжигать перестанешь я не разжигаю вот смотри я просто смотря вот я не разжигаю то что имеете ввиду но разжигаю то что имею ввиду я но у нас с вами разную межнациональную рознь между какой нации и какой а в россии какая нация так как же можно разжигать межнациональную рознь между людьми разных национальностей если с одной стороны много национальности и с другой стороны много национальности где же тут национальный признак чем тут много национальности нас в украине живет много русских много евреев много армян и так далее а у вас в российской федерации живет много украинцев много русских понятное дело и других еще национальности между какими национальностями я разжигаю рознь. Между гражданами стран. А граждане стран это разве национальная рознь? Межнациональная? Ты всех граждан России называешь русскими. Нет, я так никогда не говорил. Это вранье. Все граждане России называются россияне. Ну, если тебе не нравится... Или россиянцы. Как вам больше нравится? Межгосударственную рознь. А межгосударственную рознь нельзя разжигать человеку. Межнациональную рознь человек разжечь может. А межгосударственную рознь разжигает государство, которое нападает на соседнее государство. И тем самым автоматически разжигает. Понимаете? Знаешь, какая была радио Семи холмов в Уранде? Знаю. Помнишь, чем кончили радиостанцию? А кто кого уничтожал? Вы помните? Помню. Кто? Туцци, Пхуту. О, это хорошо. Вы интеллектуал. Это слушайте. Это здорово. То есть... Я не помню, как... Значит, там была межнациональная рознь. Была национальность Туцци. Ну и что? Это межнациональная. А вы меня упрекаете в том, что я разжигаю межгосударственную рознь. Межнациональную так же. А какая же здесь нам межнациональная рознь? Между кем и кем я разжигаю? Я что здесь не... Между... Между... Между русскими. Между украинцами и русскими. Я вам говорю, что в Украине живет огромное количество русских людей, которые воюют за независимость Украины, считают Украину своей родиной, уважают ее и любят, и многие из них уже отдали свои жизни за Украину. К кому же я тогда разжигаю ненависть? К этим русским людям? Да, к своим землякам так же разжигаешь. Ага, к своим... Я вас понял. Как у вас интересно там все устроено в голове? Радио Семи Холмов. Ну, я говорю Радио Семи Холмов. Я ждет такая... Слушайте, знаете, а как вы думаете, ООН разжигает межгосударственную рознь? Организация Объединенных Наций? Как можно задавать такие вопросы? Ну, как вы думаете? Ну, а как может нормальный человек ответить на этот вопрос? Ну, нормальный человек скажет, что нет, не разжигает. Ну, поэтому я не понимаю, что... Я понял. Смотрите, а вот ООН официально признала Россию страной оккупантом. Да? Да. Ссылочку можно? Можно, конечно. Не бумажки с вашей, а ссылочку. Ну, я вам должен сейчас откройте. Генеральная ассамблея ООН 19 декабря 2017 года. Резолюция. Ссылочку. Не сложно ли так? Не сложно. Смотрите, называется резолюция ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и в городе Севастополь, Украина. Ссылочки не будут. Сейчас скину вам. Скину, не проблема. Документ одобрили 70 государств. Против, голосовали 26. А, так... И что же Генеральная асссамблея осудила? Ну, решение принято. Так, против государства, да? А как? Решение принято. И что? Решение принято. Генеральная ассамблея осудила, а дальше идет цитата, нарушение, ущемление прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев со стороны российской, со стороны российских оккупационных властей. То есть, получается, смотрите, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций принимает резолюцию, в которой осуждается российская оккупационная власть за свои дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, заметьте, временно оккупированного Крыма, в том числе национальность крымских татар, а также украинцев. Так, что нужно сделать? Так, я же тогда у вас спрашиваю, кто же тогда разжигает я или Российская Федерация? Или Организация Объединенных Наций? Кто из нас троих тут прав? Подождите, спрашиваю еще раз, кто разжигает? Смотрите, в Организации Объединенных Наций не знают, кто такой Луганский. Не смотрели, не слышали, нафиг я им нужен. Но они приняли резолюцию, приняли резолюцию, в которой они, собственно, осудили это дискриминационное воздействие. Российское государство, ты осуждаешь российские граждане. Точно! я осуждаю российское государство и граждан Российской Федерации, которые, как им известно по Конституции, вам известно, кто является источником власти в России? Народ. Многострадальный народ России. А видишь, опять фейти. Где такое? В Конституции написано многострадальный. Не написано там? А как там написано? Многострадальный там не... А как написано? Как? Как написано? Как написано? Но я предлагаю изменить Конституцию России. Все-таки было бы правильнее, если бы там было бы написано «многострадальный народ». Было бы честнее. Можно заметить, страдаю я или нет. Вот я вот это вот думаю. Ну, я вижу. Вас так со всех сторон прям вы сидеть не можете. Как-то вас видно, какие-то страдания вас гложат. Смотрите, что Генеральная Ассамблея судила еще. Вас интересует? Если я на твою личность перейду, у тебя больше повода, что зацепиться. Да переходите, я же не против. Я что, против? А зачем мне это надо? Я же не разжигаю. Смотрите, вот цитата на сайте ООН можно найти. Смотрите, Генеральная Ассамблея что же осудила? Она осудила нарушение, ущемление прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам со стороны российских оккупационных властей. То есть, российские оккупационные власти ведут себя ай-яй-яй, нехорошо. Вы нормально себя. Я задаю вопрос, ты его игнорируешь. Задавайте, какой вы задаете вопрос? Для чего ты мне это все читаешь? Ну, я вам отвечаю на вопрос, кто разжигает. Документально, документально, согласно резолюции, разжигает Российская Федерация. Там вообще о розжиге нет ни слова. Ни слова о розжиге нет. А когда вас называют агрессором, вы считаете, что это розжиг? Вот когда вас говорят, слушайте, вы агрессоры, оккупанты. Вы говорите, ага, ты разжигаешь. Я тебя оккупировал? Я нахожусь на Урале, как я тебя могу оккупировать? Я не знаю, смотрите, существует такая парламентская ассамблея, существует, он, быть может, в курсе. Технический редактор, принеси мне методичку про ПАСЕ. Вы знаете, что существует ПАСЕ, парламентская ассамблея стран Европы? Что ты мне хочешь доказать? Ты мне один документ достал, другой документ достал. Но вы спрашиваете, как я тебя оккупировал? Я вам говорю, смотрите, спасибо. Смотрите, вот есть резолюция, да, ПАСЕ. ПАСЕ, парламентская ассамблея стран Европы 25 июня 2015 года признала официально Россию агрессором в резолюции по Украине. Если ты мне это читаешь, я, каково я к этому имею отношение, к этому документу? Но вы же многострадальный народ. Вот ты гражданин Украины. Да, я отвечаю за действия своего государства. Ты утверждаешь, что ты страдаешь. Но я-то есть при чем. А кто тогда при чем? Ты. Я? Да, помирись со своими гражданами и все. А что делают у меня на территории от Луганска ваши зенитно-ракетные комплексы российские? Это от того, что я никак не помирился со своими там луганчанами? Конечно, никакой войны давно бы не было. Ага, то есть вы считаете, что зенитно-ракетные комплексы в Луганске чисто российского производства, это потому что я виноват в этом? Это ты начал муссировать эту тему, я ее не поднимал. Что ты несешь? Чушь какую-то. Какую чушь? Я вам говорю, есть данные о том, что в Луганске есть ваши комплексы. Что они там делают? Ку-ку, я здесь. Ку-ку, я здесь. Я спрашиваю вас, что в Луганске делают ваши зенитные комплексы? Я спрашиваю, ты сейчас с кем разговариваешь? С вами. Ну почему ты делаешь вброс и потом за меня же делаешь ответ? Какой вброс? То есть ты меня спросил, что делают... Да, зенитно-ракетные комплексы ваши или там рэбы ваши. Что они там делают? Почему ты мне задаешь вопрос и ты на него же отвечаешь? Так а что они там делают? Вот почему мне этот вопрос задал? Я тебе совсем на другую тему сказал. Почему вы не хотите с вами играть? Я спрашиваю вас, что делают у меня в Луганске ваши зенитно-ракетные комплексы? А что у тебя на допросе? Ну вы же гражданин России. А о кого же мне спросить? Я написал письмо в Министерство обороны, они не отвечают. О кого мне спрашивать еще? Ты его игнорируешь. Почему я должен отвечать на твой? Смотрите, я вам задаю вопрос. У нас идет война. Ваше государство оккупировало часть территории. Ввело свои войска и вооружение вместе с войсками. Я у вас и спрашиваю, как у гражданина этого государства-агрессора. Спрашиваю, зачем вы это делаете? Что такое вообще происходит? Гуляй лозунгами. Ну остановись. Ну что ты, веди себя как нормальный человек. Ты же не мент, а я не преступник, который у тебя на допросе. Я тебе задал вопрос. Ответь на него и все. Зачем ты мне задаешь встречный вопрос? Зачем? Я спросил. Ваш вопрос не несет в себе никакого интереса вообще. Он бессмысленный. А мой вопрос со смыслом. Мой тоже со смыслом. В какой смысл вы вкладываете свой вопрос? Вы же подписали Минские соглашения. С кем? С кем? С кем подписали? С кем? Я у вас спрашиваю, с кем вы подписали Минские соглашения? Я у вас спрашиваю. Вы говорите, подписали Минские соглашения? С кем, спрашиваю, подписали? С кем? Это имеет значение? Конечно. А как вы думаете, что это не имеет значения? Украина их не хочет выполнять. объясни мне не понимаю я у вас и спросил изначально что делают ваши ракетные зенитные комплексы в луганске вы не собираетесь понял хорошо давайте какие у вас еще есть ко мне вопрос я вас понял это хорошо работает замечательно кто не скачал методички еще не зачем как не качать методички задавайте вопрос свой последний я пошел слушать ответ задайте его это да еще раз повторите я не хотите мириться и принимать донецк и луганск на свою территорию донецк и луганск это и есть территория украины в том что там находятся ваши ракетные зенитные комплексы вот в чем дело и я вас понял все замечательно хорошо хорошо то есть вы не не отрицаете что там находятся ваши ракетные зенитные комплексы не надо заниматься ерундой я тебе задал вопрос даже ответил не получив ответа на твой вопрос трещины ответь на мой вопрос почему вы не хотите мы не ссорились отвечаю вам второй раз мы не ссорились нельзя разделять народ украины и народ украины нет никакого народа донбасса существует граждане украины народ украины украинская территория крым луганская донецкая область которые сейчас вот части этих областей которые временно оккупированы это и есть украина оссорились мы с российской федерацией наглым лживым подлым противником ненависть к которому я и разжигаю я разжигаю ненависть гражданам гражданам российской федерации и государства российская федерация потому что вы лживые и подлые и виноваты в этой собственно войне в этой оккупации вот и все ответ на вопрос почему не выполняете вы глупы с вами сложно разговаривать потому что к сожалению вам нечего сказать и нечего спросить я тебе задал конкретно вопрос на него не даешь ответ вы мне ответили на вопрос по поводу моих зенитно-ракетных комплексов почему я должен отвечать на твой ну и вы задали уже второй подряд я вам ответил только что на ваш я задал тебе один вопрос вы спросили почему вы не миритесь я вам ответил я задаю теперь вопрос по правилам дискуссии что делают там ракетно-зенитные комплексы был на вопрос я-то я вам сказал что мы не ссорились народ украины един украина едина крым луганск донецк все части которые сейчас оккупированы это есть украина я не удовольствовала левушек отвечающий на тот который я поставил мой вопрос подразумевал вы должны чтобы ваша страна стала луганск и донецк был в ее территории нужно просто выполнить мешки вы знаете вопрос номер два вы не ответили мне на мой первый так не работает дискуссия дискутирую с тобой я тебе буду я же вам не на интервью вы задали вопрос я задал вопрос так же беседа строится верно хорошо это работает все вам не буду вы же не ведете разговор вы просто задаете вопросы а это так не работает я согласился с тобой что я тупан я агрессор еще раз давайте еще раз на камеру еще вы согласились потом я вам сейчас отвечу да вы согласились с тем что вы агрессор и оккупант и повторите еще раз может я не расслышал повтори ему поговорить у меня не интересует секс с мужчинами я уже говорил это много раз я не такой как вы вот теперь отвечай на мой вопрос я не расслышал вас повторите мне еще раз вы агрессор и оккупант а я вам говорю пусть так не будет прекращайте быть агрессором и оккупантом и тогда будет все хорошо когда вы заберете свои зенитно-ракетные комплексы из луганска перестанете быть агрессорами и оккупантами тогда собственно и восстановится мир и порядок на луганской донецкой и крымской земле потому что как там где украина когда там была украина и когда там снова туда вернется украина там будет мир порядок спокойствие и благополучие и закон я вам ответил на ваш вопрос я ответил почему не выполняйте не забирайте свои зенитно-ракетные комплексы танки грады установки всяких там я не знаю уже там рыбы чё там только нет эти все аббревиатуры забирайте вместе с мельчаковыми гиркиными всех похороненных там выкапываете и к себе туда в землю мне даже жалко что там место было в земле для ваших похороненных солдат мне жалко моей украинской земли даже вот этого квадратного метра забирайте всех туда к себе у вас сибири вместо много хороните там солдат забирайте туда и там себе делаете все что вам заблагорассудится вы создавайте там сибирскую народную республику восточную какую-то там дальневосточную ближневосточную уральскую начинайте там воевать друг с другом я с удовольствием буду покупать семечки вместо попкорна смотреть за российскими новостями следить и собственно стареть потихонечку вместе со внуками и вот тогда моя цель будет достигнута какие у вас еще есть ко мне вопросы у меня один единственный вопрос на который ты не отвечаешь почему не выполняете минские соглашения забирайте с луганска с донецка с территории украины свои войска прекращайте быть агрессором и оккупантом в чем вы только что признались и тогда будет все в порядке если вы выполняете минские соглашения я забираете их всех танки свои забираете войска забираете на линию разграничения становятся миротворцы если вы не хотите военным путем чтобы мы освобождали свои территории на нашу границу становятся миротворцы мы проводим выборы и тихо спокойно возвращаем эти земли получаем с нас репарации вы мечтам будет немножечко должны и все будет хорошо я тебя спросил что ты мне лозунгами гулять ты их читал минские соглашения не никогда не когда пьех почел некогда все за все с какими-то дураками общаюсь по чатру ли подписывали объясни мне если вы не собираетесь выполнять этот документ когда ты оперировал к оон он зарегистрирован в оон ты знаешь об этом да за каким номером зарегистрирован я надеюсь за номером 1488 партнеры принудят вас конечном итоге выполняю это хорошо хорошо да понимаю я за выполнение минских соглашений полностью от иду и тогда и тогда вы перестанете быть агрессорным оккупантом и будете просто нашими должниками я буду вам звонить говорить алё россия где деньги не получил за август даже не читал ну не читал конечно да а вы кстати распечатали себе минские соглашения я же не вот не зачем я просто общаюсь с людьми я вас понял это хорошо какие-то еще быть может у вас есть ко мне вопрос который почему-то ты не отвечаешь я не могу понять почему смотрите если бы вы читали в детстве карлсона то там у них с фрикенбук у карлсона и фрикенбук почему ты не хочешь отвечать на вопрос я вам отвечаю смотрите у карлсона и фрикенбук был замечательный диалог по поводу того можно ли отвечать на все вопросы которые поставлены или нет если ваш вопрос поставлен некорректно и изначально в вопросе кроется логическая дыра то я уж точно в эти логические дыры не попадаю поясни мне дыру в мою логическую поясни в чем она дыра ваша логическая дыра заключается в том что украина не выполняет минские соглашения а история сегодняшняя нам говорит об обратном европейский союз накладывает санкции на российскую федерацию за невыполнение минских соглашений а на украину нет почему дойдет время и до нас ну вы знаете как только дойдет время до того чтобы на украину здесь как раз слова на украина аналогично вот когда на украину будут наложены санкции от какого-нибудь государства кроме российской федерации за невыполнение минских соглашений вот тогда мы с вами и поговорим об этом пункт который должна выполнить в минских соглашениях россия минимум 2 отвести свои зенитно-ракетные комплексы от линии разграничения потому что их никто больше не может отвести потому что ни у кого больше их нет понимаете соглашениях нету слова россия нету а подписали вы зачем зурабов подписывал минские соглашения вас же там нет почему франция не подписала минские соглашения россия подписала я этого не говорил я вас спрашиваю почему франция не подписывала минские соглашения а россия подписывала потому что вы агрессор и оккупант в чем вы и признались вы же сами отвечаете на свой вопрос знаете все было бы так забавно если бы вы не понимали в чем суть дело я просто думал что ты нормальный человек оказался не оказался врет он постоянно врет постоянно вот в чем вреда конечно сложно его поймать но врет постоянно лозунгами какими-то пытаешься не задавить я тебе задал конкретный вопрос ты начинаешь отвечаю вам на ваш конкретный вопрос украина выполняет минские соглашения а российская федерация россия не выполняет за что на российскую федерацию накладываются санкции со стороны европейского союза а на украину не накладываются вас не удовлетворяет такой ответ назови мне украинские законом о дальности выборов на этих территориях вы начинаете углубляться я не углубляюсь россия не выполнила даже первый пункт так же как и украина россия не выполнила даже первый пункт вот у меня отчет передо мной вы же знаете что у меня всегда есть методички вот передо мной отчет миссии оба с е за этот месяц за этот месяц в котором указано о том что ой а где же отчет отчет потерялся нет не потерялся все есть смотрите за 8 августа отчет он опубликован 9 августа отчет от 8 августа 2018 года что же мы тут найдем в этом отчете что же мы найдем в этом отчете хотите про чту наверняка не хотите не хотите с одной стороны украина так же наручает почему почему на нас не накладываются санкции почему это ты спрашиваешь налагающих санкций ага все я понял вас даже методичку можно не читать все работает это хорошо слышишь что я тебя спрашиваю надо спрашивать так слышишь с минской с украинской стороны объясни мне почему ты это не зачитывать там так же в отчете оба потому что вы агрессор и оккупант и в моем городе находятся ваши оккупационные власти ваша оккупационная армия ваши ракетные зенитные комплексы ваши солдаты ваши танки ваша артиллерия забирайте это все к чертям собачьим к себе в сибирь или на урал и все и все будет хорошо что тут непонятного зачем вы сейчас пытаетесь перевести разговор о модальности выборов я готов это обсуждать с украинцами с луганчанами с дончанами но уж точно не с агрессором и оккупантом потому что срать я хотел на ваше мнение про модальность выборов в украине это касается только украинцев граждан украины жителей украины а вас это не касается никаким образом вообще свой извергатель непонятных вещей если тебе срать на мое мнение зачем ты мне это все расскажешь так забирайте свои танки грады установки системы залпового огня установки рэб солдат и всю вашу эту гребанную армию для этого я вам это и рассказываю неужели это непонятно давайте дурак я тебе задал вопрос я знаете поскольку не могу вам ответить на этот вопрос честно потому что очень сложно оценивать себя со стороны наверняка это могут ответить мои зрители ну или или зрителям те которым я собственно не нравлюсь не мои зрители а чужие зрители в комментариях к роликам соглашение должны обе стороны соблюдать вот этого не понимаешь что ли я вас прошу зачем вы напали на украину зачем я не задал другой вопрос почему вы не хотите ответить на вопрос зачем вы напали на украину а кто я например за то чтобы минские соглашения зачем их было вообще подписывать если бы вы на нас не нападали я обсуждать другой а я хочу с вами обсудить суть вещей понимаете обсуждать нужно суть вещей обсуждать нужно не то почему ветер дует понимаете и почему зимой тепло зимой холодно а летом тепло не в этом суть суть в том как мир устроен что есть и определенные связи причин наследственно а вам не интересно почему россия на украину вы хотите со мной пообслужать модальность выбора поговорить о прекрасном нет я хочу поговорить об ужасном ужасном ту лошадь дохлую понимаете под ярким желтым светом среди рыжеющей травы раскинув ноги лежала она там вдоль дороги вы знаете этот стих до зловонные спуская гной фу я хочу это обсуждать году я хочу обстроить гадости непрекрасная я хочу обстроить войну которую вы развязали зачем вы это сделали для чего я тебе задал вопрос я получил у него ответ нет нет то есть ты просто для того чтобы вы пытаетесь меня заговорить ну сам я проходит я говорю что есть важные вещи а есть неважные вещи есть очень важные вещи которые нужно обсуждать со стороной агрессоров с оккупантом нужно пытаться найти какие-то точки соприкосновения и нужно решать эту проблему но модальность выборов на донбассе я с вами обсуждать не готов потому что вы никто я готов это обсуждать только с гражданами украины я уже объясню я не кто потому что это ваша армия а модальность выборов это не ваше дело армия ваша это ваше дело ваших рук дело вы никто в отношении проблемы и вопроса модальности выборов а вы имеете полное отношение полное да вы полностью отвечаете за действия вашей армии к модальности выборов к этому разговору я вас не допускаю вы не допущены у вас уровень доступа другой слышали я задал вопрос то есть в отношении войны я большая фигура потому поскольку вы гражданин российской федерации есть вещи которые касаются а вещи есть которые вас не касаются не касаются минские соглашения касаются вас постольку поскольку вы должны вывести свои войска из территории соседнего государства на которой вы напали и все и сидеть там сопеть в тряпочку и молчать в дырочку все нет не читал я же отвечал я вам отвечаю не читал когда их читать нет я так не говорил я вам говорю что мы выполняем минские соглашения о чем собственно и заявляет миссия обсе совместная мониторинговая миссия страны европейского союза и соединенные штаты америки которые накладывают российскую федерацию санкции за невыполнение минских соглашений на нас наложили санкции кто-нибудь за невыполнение минских соглашений по отчетам области не накладывать санкции по результатам отчетов о бсе накладывают санкции на вас смотрите вот передо мной вот передо мной очередной отчет о бсе смотрите по состоянию на 28 сентября 2015 года вы его не читали смотрите здесь указано о том что 26 сентября совместная мониторинговая миссия видела минимум 36 танков неопределенного типа на полигоне в подконтрольном лнр селе круглик это 31 километр к юго-западу от луганска а днем ранее это 25 сентября смм заметила тяжелую огнеметную систему помолчите и вы же мне дали слово на том же полигоне это называется огнеметная система тос-1 буратино 220 миллиметров смотрите и на основании этой этой же на основании этой же собственно этого же отчета лондон от вас требует объяснений вы ответили лондону хоть что-нибудь что делает ваш тос-1 буратино на территории украины ответил или нет зачем ты у меня убеждаешь в том с чем я не спорю вот ты мне ответил вот на это до чего ты мне это читаешь я с этим не спорю оба себе зафиксировала почему так забирайте их все забирайте их забирайте вам не нужно ставить нам условия для того чтобы мы сделали что-то для того чтобы вы забрали оттуда свою тос-1 буратино не успокойся почему ты вообще спокойно гляньте вообще как так считаю своим подписчикам о нарушении и отчетах зафиксированных нарушениях украинская потому что наша украинская армия воюет на своей территории делает священное дело защиты своей родины а ваша армия является агрессором и оккупантом забирайте ее соглашение правильно понял что что то есть этом поэтому можно нарушать минские соглашения нет мы не нарушаем минские соглашения поскольку на нас не накладывают санкции за это никто 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 из мировых лидеров ни один мировой лидер не сказал ни разу что украина нарушила минские соглашения никто ни разу отчетов пояснили тебя не никто ни разу ни один гражданин вы извините гражданин ни один правитель ни одного государства цивилизованного ни разу не сказал о том не заявил о том что у к или там например даже министерство иностранных дел какого-нибудь государства ни разу не заявил о том что украина не выполняет минские соглашения все призывают выполнить минские соглашения российскую федерацию а за то что на их не выполняет накладывает санкции чему мы несказанно рады вы приписываете мне слова которых я не говорил и мысли которых я не думал этот разговор пошел по 16 округу мы можем так обсуждать вот это вот несущественно понимаешь какого-нибудь ответа я от вас не дождусь а вы от меня скорее всего у нас есть вопросы быть может несерьезного характера ко мне 1 обсуждали мертвых рыб у вас на футболке и на зной пустыни фейков я тебе вот прошел один фейк какой то что докладе миссии оба и покажите такой доклад открывайте в ежедневных хочу какой открывайте доклад покажите мне какой доклад а я так говорю до конца вы сразу если вы вы говорите в какой-то документе о каком-то документе сразу говорите хоть документ у меня вот они все документы смотрите сколько а у вас какой документ только часть а нарушите другую часть они также фиксируют процитируйте мне другую часть процитируйте другую часть кто-то должен процитировать другую часть я не собираюсь я ничего цитирую а это плохо для того чтобы спорить с пруфами и линками нужно их иметь не собирались не вступайте со мной в спор зачем ты прекрасно сам об этом знаешь ну что ты просто фраза ты сам об этом прекрасно знаешь не работает я об этом сам прекрасно не знаю понимаешь не понимаю ты же об этом знаешь я об этом не знаю сообщите мне об этом пожалуйста и меня обвиняют в театральности бедный юрик бедный юрик видите с вами быть или не быть вот в чем вопрос терпеть безропотно позор судьбы нужно оказать сопротивление или умереть уснуть уснуть и видеть сны и это ли не цель что всем желанно но что за сны в том смертном сне приснятся какие фейки например нет так не работает все разговор закончился как бы вы использовали свои возможности задавать вопросы и отвечать 20 секунд у вас есть говорите не перебиваю 20 секунд ты мне дал право говорить ничего не перебудал луганский я не на допросе у тебя хочешь переключайся выключая я не держу здесь а ты почему-то не уходишь ты пытаешься в чем-то убедить все твои довольны не канают никаких фактов ты не привел опровергающих мои слова все правильно все соглашение